всем доброго времени суток с вами канал артвания и сегодня мы с вами будем делать емкость для подсолнечного масла с такой вот штучкой но у меня уже немножко старенькая есть нам понадобится конечно вот эта штучка понадобится банка с пластмассовой крышкой у меня есть фикс прайса старая банка уже никому не нужная кому я ее уже не давала все мне ее возвращают обратно говорят наташа она нам не нужна вот я решила попробовать думаю все равно если не получится я буду выкидывать или что-то с ней делать в данном случае нам от нее понадобится только крышка вот также свечи здесь у меня уже заканчивается свечка новая свечка спички шила которым мы будем все это делать ножик на всякий случай карточка ненужная старая карточка тоже на всякий случай и чаша с водой чаши кстати тоже из фикс прайса когда-то там была куплена вот попробуем с вами сделать сами здесь я хочу проделать дырочку здесь даже вот уже есть отметочка а то я думала как я буду рисовать так что ли все чтобы найти середину сделать дырочку и вот эту палочку просунуть туда вот а потом можно будет сверху чем-то там заделать чтоб она принципе я не думаю что она будет вылетать будет где-то тут держаться так давайте сначала зажмем свечки не знаю получится ли вот эту зажечь ай потушила обе сразу ай потушила обе сразу ай потушила обе сразу так сюда вот я буду складывать их сейчас я поставлю в бок чтоб на камеру ну ладно зажмем вот эту никак она очень маленькая неудобно пламя сразу идет на меня так вот отодвинули немножечко в бок так вот чтобы на камеру ничего этого не летела так так же мы нагреваем наше шило все сможет гореть знаю немножко побольше станет и разогреваем вот уже пошел дымок теперь выкладываем дырочку можно конечно крышку перевернуть я думаю и прям наставить на нее огонь уже прошла кстати чтобы дырка была больше надо вот так вот поводить особенно вот горшки продаю для цветов то же самое так на бестонток то же самое вот я всегда так делала до сюда поводишь так здесь мы нагреваем до вот пошел дымок уже от нее теперь можноEuro раз масла немножко запахну лицо сладка 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 сладки сладка 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 Чуть-чуть ее вбок отправляем, она же у нас плоская. Я надеюсь, что дети смотрят, делайте это всегда с родителями. Одни дома не делайте, потому что может возникнуть пожар, можно подпалить случайно что-то, обязательно с родителями. Присутствие родителей, потому что здесь она очень широкая и просто туда не влезет. Не знаю, если ее только отрезать, а потом подпаливать здесь снова. Ну, не знаю, мне кажется смысла нет. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Продолжение следует... 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 Такая вот у меня есть проволока для бисероплетения, медь, единичка, стоила она 43 рубля когда-то, когда-то прям очень-очень-очень давно я ее покупала. Сейчас мы ее измотаем, наверное столько возьмем. Там, где у меня ножницы. Вот так ее отрежем. Попытаемся соединить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Продолжение следует... 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 получалось когда мы с вами делали ну как бы ее тоже можно постепенно заложить к моментам клеем или может быть как-то по-другому что-то что-то придумать или оставить в принципе можно вот немножко у меня тут утекла утекла немножко тут немножко но она еще немножко не досохла все это высохнет ну так получилось с этой стороны более-менее в принципе так красиво сверху тут в принципе можно лаком покрасить каким-нибудь хорошенько не знаю пока что не буду наверно не окрасить посмотрим как будет дальше может быть и надо покрасить или не знаю даже вот тут тоже все хорошо засохло все держится не расплетется неожиданно как вы что-то делаете то есть такая вот и сейчас мы с вами ее посмотрим в деле как это все будет выглядеть со стороны насколько это будет практично удобно красиво зря мы с вами или не зря постарались потому что получилось так что я делала довольно долго конечно все это сделал ролик гораздо короче постараюсь сделать короче здесь уже давно кстати клей был засох уже давно вот и да смотрим дальше вот она наша маслёночка очень красиво все держится все крепко там тоже с этой стороны немножечко клей вот он немножечко убежал когда-то не страшно и сейчас мы с вами зальем туда маслица кстати можно 30 так положить допустим если она вам еще нужно взял опять макнул то есть очень удобно я налила совсем немножечко проверим ее с вами вот она сухая доставил до самого низа и вот она мокрая ей можно мазать противень допустим намазать сковородочку намазать когда блины делаете можно там уже на силиконовая с ней ничего не будет вот такой я сделал мастер-класс по созданию самим баночка кстати была куплена фикс прайсе так сказать тоже была когда-то куплен фикс прайсе закрывается вот она плотно закрылась она закрыта также создавая ее конечно сэкономила много денег достаточно то есть она в прошлом году стоило 300 рублей сейчас подороже не помню говорила я вам или нет я хотела на озоне такую заказать но не успела например под носом исчезла пока я собирала закупку вот и больше и не появилась поэтому я создал потому что она мне нужно вот и всем спасибо за просмотр с вами был канал артмания подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии обязательно пишите комментарии как вам понравилось не понравилось я очень старалась для вас сделать такую штучку вот конечно может быть она не очень получилось но принципе мне нравится какой-то хотя бы может быть на первое время на сойдет там уже будет видно может быть я найду лучше вот так же смотреть мои другие ролики мои влоги кулинарные видео где там очень всего готовлю вот хлебушек скоро выйдет как я готовлю сливочное масло вот готовили недавно тоже скоро выйдет ждите вот и всем пока пока спасибо Продолжение следует...